В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом в регионе проходит месячник, посвященный профилактике этого тяжелого недуга. Основная задача такого мероприятия – привлечение внимания жителей к заболеванию и его своевременное лечение. Подробнее в следующем материале. Длительный кашель, слабость, потеря аппетита и снижение веса – это первые симптомы достаточно серьезного заболевания. Туберкулез все еще актуален. Это несмотря на то, что недуг существует давно и с ним уже научились бороться. Проблема в другом, отмечают медики. Жители сами запускают свое здоровье и не бегут к врачу на обследование при первых признаках. Так, по итогам прошлого года по области заболели 392 человека. Среди них и дети. Тем не менее, статистика хоть и содержит серьезные цифры, но в целом тенденция все-таки идет на снижение. Все благодаря масштабной профилактической работе. За 10 лет у нас заболеваемость туберкулезом снизилась почти на 48,5%, смертность на 70%, заболеваемость среди детей и подростков на 63%, распространенность на 50%. Это все достигнуто благодаря нашей планомерной работе именно по профилактике туберкулеза. Привлекают медики для информационной работы и общественные объединения. Те в свою очередь навещают жителей, которые находятся в так называемой группе риска. И рассказывают о профилактике туберкулеза, его основных признаках, а также призывают сделать флюорографию. Результаты у такой работы весьма положительные. В июне месяце мы заключили меморандум со всеми медучреждениями и проводим информационную работу среди населения. За 9 месяцев работы было проинформировано 2528 клиентов из целевой группы. И из них было выявлено 15 случаев. То есть проведенная работа и наш вклад именно в профилактике и влечении туберкулеза, 15 случаев уже было выявлено. Стоит отметить, что Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечают ежегодно 24 марта. Основной задачей этого мероприятия является привлечение внимания к заболеванию и полное его искоренение. Алексей Кочемасов, Айбек Сыгенгалиев, Алтенбек Кабделов, телеканал Акжаик.